Каждый мечтает об успехе и каждый ищет свой путь к успеху. Как зритель в театре мечтает заглянуть за кулисы, так и наша программа позволяет заглянуть за кулисы крупного бизнеса. С вами Айдар Булатов и программа «Бизнес по существу». А сегодня у меня в гостях основателя кондитерской фабрики «Куркунов», президент Анкорбанка Андрей Николаевич Куркунов. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Николаевич, это большая удача, что вы приехали к нам на этот форум, и как у вас настроение? У меня настроение отличное, но я к вам приехал 10 лет назад и веду бизнес в Казани уже достаточно давно. Для меня Казань такой родной город стал. Вы знаете, вот вообще многие наоборот татарстанцы идут осваивать федеральные просторы, а вот у вас получилось наоборот. Вы покорили сначала Россию, а потом пришли покорять Казань. Ну, знаете, всегда, когда собираешь грибы, из Орловской области едут в Тульскую, а из Тульской в Орловскую. Поэтому ваши в Москву, а я из Москвы к вам. Можно сказать, что вы уже здесь родной человек на нашей земле? Можно сказать, да. 10 лет это большой срок уже. Я очень рад. Тогда я буду с вами как соотечественным вести. Ну, я надеюсь. Андрей Николаевич, у нас традиционно изначально экспресс-опрос. Почему вы выбрали предпринимательство? У меня другого выбора не было. Я человек, имею гражданское образование, но 6 лет служил в армии, был ведущим инженером в КБ. Когда заказов не было, это 1991 год, времена перестройки, то, собственно, мне нужно было принимать решение или дальше продолжать карьеру военного инженера и сидеть без заказов, или идти на улицу и заниматься предпринимательством. Ну, вот я выбрал вторую. То есть вы предприниматель вынуждены? Да нет, я не могу сказать, что я вынужден. Просто вот судьба или там звезды так сложились, что я выбрал предпринимательскую среду. Что вам нравится в предпринимательстве? Ну, предпринимательство – это свобода в первую очередь. Когда ты зарабатываешь, имеешь возможность зарабатывать и распределять свое время так, как ты хочешь, реализовывать свой потенциал, это как бы плюс. Но с другой стороны, предпринимательство – это постоянная забота, и ты, по большому счету, никогда не отдыхаешь и не свободен от мысли о предпринимательстве. Многие запускали в 90-е годы бизнес, но мало кто достиг такого уровня, как вы. Что вам позволило выйти за рамки малого бизнеса? Ну, знаете, работал день и ночь. Многие говорят, везет. Но я всегда говорю, везет тот, кто везет. А какую долю составляет удача и везение в вашем коктейле успеха? Иногда это может занимать большую часть, иногда меньшую. То есть нельзя к каждому бизнес-проекту относиться одинаково. И к каждому времени, поскольку с 90-х годов до 2016 года были разные времена, разные условия для ведения бизнеса, поэтому здесь в какое-то время где-то удача, где-то и работа. Было ли желание все бросить? Постоянно возникает такое желание, но бросить это нельзя, поскольку за тобой люди, судьбы и так далее. Здесь я шучу, что постоянно возникает такое желание. Дело в том, что, я еще раз говорю, предпринимательство – это не только удовольствие, это еще большая ответственность и работа. Иногда хочется уделить время семье, а приходится время уделять работе. А есть ли у вас наставники на вашем предпринимательском пути? Ну, у меня был наставник, с которым я сейчас поддерживаю отношения дружеские, больше по телефону. Мне в свое время помог делать бизнес кондитерский, как раз был моим финансовым инвестором. Есть такой известный предприниматель, как Ханс Раусинг, основатель компании «Тетропак». Кто помнит молочные пакеты треугольные, это вот как раз то, что они делали. Это миллиардер, сегодня живет в Лондоне, и он был таким моим наставником в бизнесе. Я с ним поддерживаю отношения, начал сотрудничать с 96-го года. Здорово. Это вы уже в то время, в 96-м году, у вас был свой наставник в бизнесе. Ну, я бы сказал, такой он стал партнером, но я-то думал, что я сам все знаю и сам все умею, только сейчас я понимаю, что опыт Раусинга, это как раз было то, что не только можно оценить финансовыми вливаниями, но еще вот таким опытом ведения корпоративного бизнеса, корпоративной культуры, то, что он мне как бы дал и показал, как надо работать. Это реально большая удача, конечно, для тех лет, когда предпринимательство только начиналось, вообще это было только опытом-опытом и своими шишками. Ну, это вот то, что называется, наверное, белый рыцарь такой. А есть у вас кумиры? Нет у меня кумиров. Какие принципы ваши личные в бизнесе? Ну, это основное, всегда нужно быть честным перед собой, перед своими партнерами. Бизнес – это, как раньше говорили, зачетка для студента. Первые годы ты работаешь и учишься на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Также и твой авторитет в бизнесе. Первые годы ты работаешь и создаешь себе авторитет и имя, а потом имя работает на тебя. И самое главное, это нужно поддерживать. А что не должен делать предприниматель? Расслабляться. Какие достижения на данный момент вы считаете самыми большими в свою историю? Ну, из таких публичных, наверное, создание большой компании «Каркунов», которая сегодня известна не только в России, но и за пределами России. Она сегодня успешно работает и развивается. Я считаю, что это основное достижение, когда компания продолжает развиваться и быть успешной, если даже основатели этой компании отошли от управления. Как вы воспринимаете? Это же ваше имя и это ваше лицо. То есть, насколько вы сейчас себя связываете с компанией «Каркунов»? У вас сейчас не осталось пакетов же там в «Каркунове»? Сейчас нет. Ну, знаете, я уже, наверное, не вздрагиваюсь за эти годы. Я настолько привык, когда прохожу мимо полки или сегодня в аэропорт, когда летел в Казань и вижу коробки с надписью «Каркунов». Для меня это уже такой фон. Я понимаю, что я имею к этому отношение, но совершенно к этому спокойно отношусь, поскольку сегодня есть там новые проекты, жизнь, она идет и развивается, и хочется каких-то новых высот достичь. Поэтому здесь я совершенно спокоен. Имя – оно имя, а лицо – оно осталось лицом. Можно ли сравнить все-таки бизнес, который ты сам создал, со своим дитя? Ну, наверное, да. Во-первых, когда создаешь с нуля, не покупаешь его практически, это такой стартап, ты начинаешь сначала ходить, потом говорить, а потом еще, если удачно замуж отдал, то это совсем большая удача. Боль была? Нет, было удовольствие и удовлетворение. В бизнесе же всегда или нужно покупать, или нужно продавать. Если есть возможность чего-то выгодно купить, нам нужно покупать. Если предлагают купить у тебя и дают хорошую цену, то нужно продавать. Другого варианта не бывает. А какая самая большая ошибка на предпринимательском пути у вас была? Вы знаете, каких-то больших ошибок было много. Но самый большой, ну я так не могу сказать. А самый дорогой ошибкой? Самым дорогим уроком? Не готов вам ответить. Вы знаете, они, все ошибки дорогие. Дешевых ошибок не бывает. Чем больше бизнес, тем дороже ошибки. Да, да. Какое место бизнес занимает в вашей жизни? Основное. И сегодня в наше тяжелое время, в кризис, это 24 часа в сутки. Какие цели вы в бизнесе ставите на 10 лет вперед? Есть ли они? Ну, на 10 лет вперед ставлю, что я надеюсь, через 10 лет я буду где-нибудь читать лекции по предпринимательству. Наслаждаться плодами моего труда в бизнесе. Отлично. И смотреть на детей, которые будут начинать вести бизнес. Свою дочь, которая немного начинает заниматься бизнесом. У меня еще маленькие дети есть. Как раз вот через 10 лет они уже будут готовы, может, что-то делать. Что-то перенять. Да. Когда вы будете читать, мы вас приглашаем в наш образовательный проект «Фабрика предпринимательства». Я думаю, мы сможем поглотить то свободное время, которое у вас появится для того, чтобы вы поделились с подрастающим поколением. С удовольствием. Своими секретами. Я люблю Казань, люблю посещать Казань. Отлично. Один из самых красивейших городов, наверное, России сегодня. У нас есть традиционный вопрос для гостей от наших телезрителей. Какую книгу вы могли бы посоветовать для прочтения? Вы знаете, если я сейчас начну говорить про бизнес, то, наверное, по бизнесу сами определяются. Я сегодня перечитываю. Я посмотрел здесь сериал «Война и мир», который снят английскими, по-моему, режиссерами. Перечитываю «Войну и мир». Вот перечитайте ее, кто уже постарше старшего поколения, получите огромное удовольствие. Да, совершенно другое ощущение. Это как дети, когда у нас рождаются, когда нам 25 лет, и когда мы в более старшем возрасте 45-50. Это два разных ощущения. Так же с «Войной и мир» у меня сегодня получили. Мы переходим к нашим открытым вопросам. И вот вы один из многих предпринимателей, кто занимается предпринимательской деятельностью уже с самого начала рыночной экономики в России. Что изменилось? Вы знаете, я предпринимательской деятельностью занимаюсь. Когда за эту деятельность, могли сильно наказать. Поэтому я не только с перестройки. То есть это уже было для вас облегчение, когда ее легализовали. Легализовали. То есть я вот с этой деятельностью занимаюсь. А с какого года вы в предпринимательстве? Если в студенческие времена, когда я продавал джинсы и так далее, это тоже называть предпринимательство. Потом я работал в вагоностроительном заводе. Помогал там отапливать вагоны. Тоже предпринимательская деятельность. Бравые люди с юга, они не хотели таскать уголь. А я таскал. И за это получал очень хорошие деньги. Это тоже предпринимательство своего рода. А потом уже 91-й год, 90-е, первые цеха по пошиву одежды, джинсы. И вот с начала предпринимательской деятельности. То есть все, как развивалась предпринимательская деятельность, все его шаги все заставили. У самых истоков, я могу сказать, стоял. Чем отличается сегодня и тогда? Ну, сегодня. Сегодня, во-первых, есть определенные примеры. Есть определенная культура предпринимательства. Есть различные бизнес-сообщества. И к предпринимателю относятся сегодня, я считаю, что в корне поменялось отношение. Ведь предприниматель дает рабочие места. И просыпаясь утром, первое, что мы берем кусочек хлеба и масла, это все сделал предприниматель. А в 90-е годы предприниматели относились как к человеку, который, ну, скажем так, не совсем положительный образ был у предпринимателя. С одной стороны, это правоохранительные органы были, население. С третьей стороны, это были всякие криминальные структуры. То есть приходилось приходить все, вот все эти этапы предпринимательства. Поэтому сегодня, когда идет поддержка на государственном уровне развития предпринимательства, оно, конечно, легче. Но, с другой стороны, конкуренция возросла. Потому что в 90-е годы не было конкуренции никакой. Можно сказать, воткни в землю сухое дерево, оно все равно зацветет. Зацветет и дается. Да, сегодня нужно смотреть конкурентный рынок, войти, даже если смотреть 97-й год и сегодня, войти в своей продукции на полке супермаркетов гораздо сложнее. Тогда и супермаркетов-то не было. А сегодня это нужно пройти достаточно такие серьезные препоны, иметь большое желание, иметь рисковать и так далее. В общем, в каждом периоде есть свои плюсы и минусы. Андрей Николаевич, Вы сказали восприятие предпринимателя в обществе. Все-таки в настоящее время многие предприниматели жалуются, что в любом случае сохраняется негативное восприятие, негативные примеры именно СМИ, что положительного образа предпринимателя как такового не формируется. То есть, если говорить о тех же товарах на полках, то никто не говорит о том, что это произведено таким предпринимателем и благодаря ему мы можем питаться хорошо. Вы знаете, я в корне не соглашусь. Сегодня я не знаю людей, кто скажет, что предприниматель это плохой человек. В каждой семье сегодня есть предприниматель. Либо связан с предпринимательством. И нет никакого негатива. То, что на полку он попасть не может, но это не отношение к предпринимателю плохое. Это отношение между двумя предпринимателями. Предприниматели. Каждый зарабатывает свои деньги. Полка свой интерес преследует, а предприниматель, который производит товар свой. Поэтому здесь нельзя говорить, что предприниматели не любят. Это немножко передергивание фактов. Я считаю, что сегодня изменилось отношение к бизнесмену, к бизнесу. И все понимают, что именно они создают рабочие места и за них готовы сегодня голосовать. Не зря у нас появляются партии предпринимателей уже. И сегодня я, как в Единой России, являюсь со-координатором предпринимательской платформы. И не зря это создана предпринимательская платформа в Единой России. Это как раз для поддержки предпринимательства. Действительно, что для вас, ваша общественная роль в обществе? Почему вы являетесь вице-президентом опоры? Ваша общественная активность, она с чем связана? Ну, во-первых, с одной стороны, мне это интересно. Я общаюсь с товарищами по цеху. У нас достаточно интересный коллектив, который на протяжении 10 лет собирался в опоре. У нас общие задачи, у нас общие проблемы. И это позволяет решать как раз те проблемы. Мы сегодня общаемся с властью, с министерствами, с правоохранительными органами. Мы с президентом общаемся, с премьер-министром, поскольку государство не нацелено на поддержку малого и среднего бизнеса. Это как раз интерес и меркантильный интерес. Я защищаю свои интересы. Один, мне будет достаточно сложно защищать. А когда у нас сообщество, и мы защищаем не каждого личного, там, Каркунова, Петрова, Сидорова, а целые бизнес-сообщества, ну, в этом как бы есть задача. Опора — это одна из немногих организаций, которая может привести к себе на встречу президента Российской Федерации. Как это удается? А вот президент уважает опору, понимает, что мы занимаемся благородным и правильным делом. Но я думаю, здесь тоже есть предпринимательский подход, потому что организаций много, но именно общественная организация с таким предпринимательским уклоном, она может... Ну, мы объединяем небольшое количество людей, это десятки тысяч людей, которые сегодня каждый день приходят, работают, платят зарплату и так далее. Поэтому, конечно, президент заинтересован в стабильности таких организаций и бизнес-сообществ, которые мы представляем. Я как предприниматель благодарен вашей работе, потому что именно благодаря этим встречам я вижу изменения. Изменения законодательства, инициатив, которые исходят от президента и дают некоторое послабление бизнесу и улучшают вообще атмосферу предпринимательства. За последнее время там более 20 предложений вошло в поручение президента, только по малому и среднему бизнесу. Это касается и ограничений проверок, и налоговых вещей, новый КОАП, который мы притормозили, и вот в осеннюю сессию он будет принят. Мы тоже увидели там опасность для бизнеса, особенно малого и среднего. В общем, много вещей делается. Я считаю, что эта организация очень полезная. Как предприниматель, я хотел бы с вами поговорить о продаже бизнеса. То есть вот каждый, кто запускает свой бизнес, он мечтает о получении дохода разными способами. И продажа – это, конечно, наверное, такой айсберг, который там манит многих стартаперов, которые думают, что там смогут эту компанию очень дорого продать. Была бы вообще у вас идея продажи компании при создании? Знаете, ну всегда создавая компанию, особенно привлекая инвесторов со стороны, ты должен представлять себе, какой выход из этой компании. Я же говорю, или нужно покупать, или продавать. Другого два пути. Но ты должен быть готов и к одному, и к другому, чтобы компания должна быть устойчивой. Ты продаешь, или у тебя более крупная поглощает, и у тебя будущего компания. Если ты кого-то поглощаешь, развиваешься. Поэтому в любом случае, создавая компанию, ты должен иметь в виду, что ты ее когда-то должен будешь продавать. Соответственно, выстраивать в компании правила, культуру и так далее – это нужно с самого начала. То есть у вас сразу была идея о том, что компания должна быть готова к продаже? Или вы думали о IPO, например? Нет, ну у меня вообще психология такая, и у меня партнеры меня поддерживают, что мы не зарабатывали никогда на отдельно взятые конфеты. Мы зарабатывали на капитализации компании. Какие правила успешной продажи компании? Прибыль у компании должна быть, и перспектива развития, и развитие рынка, на котором работает эта компания. Вы оценку удовлетворены были, то есть сделки, которые у вас прошли? Да, более чем. Ну и время. Здесь еще нужно всегда смотреть время. Есть времена взлетов, есть времена падений в экономике. Поэтому лучше продавать, когда экономика растет, а покупать, когда она падает. Да, и мы это видели на протяжении последних кризисных лет, что происходило с компаниями, которые не были вовремя проданы. Вы остались же в пищевой отрасли, я как понимаю сейчас. Чем представлены ваши активы? У нас есть и кондитерка, есть снеки. В той же сфере, что и… Как опыт, который у вас был, он сейчас вам помогает? Очень помогает. Я понимаю, как в кризисе, что нужно в кризисе сделать и так далее. Советую своим коллегам, как и что нужно предпринимать. А как вот опыт в бизнесе, в той отрасли, которая у вас была, он вам помог или помешал в новой для вас сфере? Я правильно же понимаю, что банковская сфера была новой для вас? Ну, банковская сфера новая, но дело в том, что банк ориентирован на бизнес. И по большому счету анализ тех компаний, которых мы кредитуем, те риски, которые несем, он помогает. То есть прошлая жизнь, она в этом плане достаточно сильно и помогает. Но есть понимание, что мы еще не сильно оттолкнулись от дна и времена тяжелые еще впереди. Какое будущее у банка? Правильно ли я понимаю, что вы также рассматриваете возможность его там либо роста через поглощение, либо наоборот продажу, выхода из бизнеса? У банков сегодня, наверное, единственная перспектива, которая впереди, это объединение и консолидация. Сегодня только крупные игроки на рынке достаточно могут быть устойчивы, конкурентоспособны и так далее. Поэтому банковский бизнес, он, наверное, в будущие годы будет развиваться в плане консолидации. Вот сравнивать ли вас с Тиньковым? То есть у него тоже такой путь, там, значит, запустить компанию, ее потом развить до результатов, продать. Тем более у вас даже отрасли схожи, да? То есть пищевая отрасль, значит, сейчас банковская отрасль. То есть это общее понимание предпринимателей там на направлении движения успешных бизнесов или вот что? Ну, конечно, бизнес с Тиньковым у меня можно сравнивать. Я Олега хорошо знаю, он работал с пива, продукты и так далее. Единственное, единственное, ну, там не вопрек Олегу, то, что те бизнесы, которые он создал, их сегодня практически нет. Я надеюсь, что Каркунов, он будет развиваться и идти вперед. Тот банковский бизнес, который он создал, это гениальная идея, но не идея, как бы воплощения монобанка. Вот он сегодня достаточно успешен, поэтому удачи ему на этом пути. А что у вас после стольких шагов в предпринимательстве мотивирует каждый день вставать и снова двигаться в свой бизнес? А у меня другого выхода нет. Вы понимаете, что у меня мотивации и другой нет. Нет, я должен вставать, как бы мне ни хотелось, желание поехать на охоту, на рыбалку, еще куда-то. Особенно тяжелые времена сегодня. Я сократил свой отпуск, я сократил свои выходные дни, я увеличил рабочий день. И выхода у меня другого нет. Поэтому, если думают, что предпринимательство и предприниматель – это черный Мерседес, красивый, дорогие часы на руке. Нет, это в первую очередь бессонные ночи. Это когда нужно на работу идти независимо, хочешь не хочешь. Больничный лист ты не пойдешь брать, поскольку даже если его дадут, все равно ты им воспользоваться не можешь, тебе нужно идти. Ну и так далее, и так далее. Мне кажется, вы просто не хотите конкурентов. Вы поэтому это говорите. Андрей Николаевич, если бы завтра был день, который вы бы могли посетить всему, чему вы хотите, что бы вы завтра сделали? Вы знаете, у меня шесть детей, у меня маленькие дети, у меня сын, которому два года с небольшим. Я вас поздравляю, шесть детей. Спасибо. Вообще серьезно. Поэтому, если у меня свободный день был, я провел бы с удовольствием с детьми и покатался с Сашкой на машине. Андрей Николаевич, вот предприниматели в этом возрасте, они задумываются, что с их бизнесом будет завтра. То есть, планируют ли вы передавать свой бизнес детям? Вы знаете, предприниматели в моем возрасте задумываются не что будет с бизнесом завтра, а что будет с их детьми завтра. Поэтому я в первую очередь думаю о детях, о том, как они будут жить в России, что будет с Россией завтра. Бизнес, он уходит и приходит, а дети – это самое главное, чтобы у них была счастливая и нормальная жизнь в нашей стране. Андрей Николаевич, спасибо вам за это интервью. Я хотел бы на этой позитивной ноте как раз закончить эту встречу. С вами был Айдар Абулатов и программа «Бизнес по существу». Если Андрей Николаевич смог создать уже, какой по счету я не знаю, бизнес успешный, то я думаю, что уже пора браться и делать свой. Всем удачи, друзья. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин